В Македонии царствовал тогда король Филипп, женатый на Олимпиаде, которая была неплотна. Однажды, гуляя в отсутствие мужа по дворцовому саду, королева поверяла свое опасение старой верной служанке. Как бы Филипп не развелся с нею, не имея столько лет детей, на что прислужница ей рассказала о волшебной силе приезжего египтянина, мага и звездочета Никтанеба. Послать за ним было делом немногого времени. Филиппу не разрешить твоего неплодия, только Бог Омон сможет тебе помочь. Готова ли ты на все? Говори, произнесла королева, не поднимая глаз. Я помолюсь, а ты с покрытой головою ожидай ливийского Бога. Во время свидания безмолвствуй, тогда ты зачнешь, и в урочное время родишь себе мстителя и владыку вселенной. Олимпиада, помолчав, остро глянула на кудисника и сказала, бойся, если ты лжешь. Подняв руки к уже засветившимся звездам, Никтанеб воскликнул, клянусь! Все совершилось по желанию египтянина, явившегося в рогатой маске к безрассудной королеве. И так много раз, пока она не почувствовала себя непраздной. И стала ожидать короля с радостью и с тревогой. Филипп не очень любил непохожего на него мальчика. Рыжего, необузданного и своенравного. Но он успокоился, получив предсказание от Дельфийской Севилы, что после него царствовать будет великий герой. Сумевший объездить коня с воловьей головой. Учителя отроку даны были книгам Полиник, музыке Левкип, геометрии Мелеп, красноречию Аксиминит, воинскому искусству военачальнике, философии Аристоте. С последним принц проводил большую часть своего времени, гуляя в числе других учеников, набранных из детей царедворцев, по аллеям дворцового сада. Будучи пятнадцати лет весною, проходя мимо отцовских конюшен, Александр услышал ржание, не похожее на ржание других коней. «Кто это ржет так ужасно?» спросил королевичу конюху. И будто в ответ раздалось снова ржание, такое же звонкое, но нежное и приятное, как в раковании горле, с отданной далеким эхом. «Кто это ржет так прекрасно?» снова воскликнул принц, нетерпеливо сбегая в рове. Конюхе объяснили, что это ржет Букефал, необъезженный конь, питающийся человеческим мясом осужденных на смерть преступников и сидящий в железной конюшне. Александр потребовал, чтобы открыли огромные засовы. Пошел в стойло полно обглоданных костей и, схватив чудовищного коня за гриву, поставил его прямо глазами в слепящее солнце. Спрыгнул сзади на спину, непривыкшую к тяжести. И стрелой полетел ко дворцу. Конюхи с криком бросились за облаком пыли. Но конь весь в бене стоял, косяк глазами с раскрасневшимся всадником у самого дворцового крыльца, с которого спешил король в домашней одежде. Спустившись, Филипп встал на колени, воскликнув. «Привет тебе, сын мой, обуздавший коня, владыка мира!» Александр теперь и один был посылаем укращать то там, то здесь, возмущавшиеся города. Что делал он успешно? Или мирным путем, благодаря своей мудрости, или оружием, благодаря своей храбрости. Возвращаясь после одного из таких усмирений, он увидел на широком зеленом лугу палатки каких-то людей, ходивших подаль в длинных одеждах и в больших головных уборах. Ему доложили, что это посланные персидским царем Дарием собирать дань с греков. Не отвечая, Александр подскакал к высокому персу, скрашенной бородой, и крикнул, «Вы собираете дань царю Дарию?» «Да, господин», – отвечал спрошенный, «Так вот, я, Александр, сын Филиппа, короля Македонского, говорю царю Дарию, невместно Элленам, варварам дань платить. Пока отец один был, волен был делать, что хочет, но со мною дело иначе вести надо. Не только дани вам я не дам, но и то, что переплачено, назад верну». И Александр, подняв руку к солнцу, клялся богами, меж тем, как персидский художник спешно на серебряной доске нежными красками делал изображение золотокудрового принца, чтобы отвезти царю в далекий Вавилон. Александру минуло 18 лет, когда он вступил на отцовский престол. Проведя надлежащее время в травы и другое в пышных торжествах коронования, новый король созвал все войска и полный огня речью убеждал их сбросить персидскую власть. Он собрал юношек со всех городов, раздавая им оружие из открытых арсеналов, не забывая и ветеранов, как опытных советников в боях. Закрепив свою власть в Греции, вождь через Македонию направился к Гелеспонту, чтобы перейти в Азию. Попутные города встречали его с открытыми воротами, увенчивая победительного царя венками. Персидские разведчики у моря, видя Александрову переправу, бросились доносить царю Дарию, что бесноватый перешел Гелеспонт. Дарий, занятый в это время игрой в шахматы, спутал рукой все фигуры, велел высечь сторожей и стал собирать войска. Рати встретились у реки Граники свежим утром, когда солнце еще не всходило. Греческие всадники не решались вступить в не широкую, но быструю речку, обмениваясь только стрелами и ругательствами далеко разносившимися. Тогда Александр сам первым ринулся на своем бекефале в стремительный поток, увлекая за собой и войска. Одержав победу над персами, Александр прошел Ионию, Карию, Лидию, Фридию, Памфолонию, забрал царские сокровища в Сардах и через Анаптус направился в Сицилию, откуда достиг Италии. Александру не давала покою мысль о его происхождении, но никому не поверял он заботы, ни даже другу своему, Гефестиону. Однажды, не спав всю ночь, легкой дремой забылся король под утро и видит, будто воочию. Бог Амон обнимает королеву Олимпиаду, сладко в уста ее целуя и говорит к нему, Александру, не бойся, чадо, я твой отец. Когда проснувшись, король вышел на палубу, будто солнце сияло его повеселевшее лицо. Вдруг спросил, что с тобою король сегодня? Важно, обнял его Александр и лобзая промолвил, целует тебя сын Омонов. А вдали из зеленого моря все ближе и ближе желтели плоские пески и чайки кружились над кораблем короля. Так они прибыли в Египет. В Сирии Александра встретили послы Дария, неся письмо, мяч, плеть и ящичек с золотом. Письмо, прочитанное перед всеми войсками, было полно надутого хвастовства и брани. Я, Дарий, царь царей, бог богов, сияющий, как солнце и так далее, Александру, рабу моему, ехал бы ты к матери своей Олимпиаде, лежал бы у ее груди, да в школу ходил, чем грабить чужие земли, как разбойник. Молчание, наступившее после наглого послания, было прервано голосом короля, громко сказавшим, боимся ли мы лающих собак. Битва произошла у реки Странга зимой. Оба вождя собрали как можно больше войска, говорили самые замечательные свои речи. Дарий был на удивительной колеснице, с серпами около колес, которыми она сжала всех приближавшихся. И таких сооружений был целый отряд. Битва была кровавейшая. Небо темнилось стрелами, камнями и дротиками. Серпоносные персидские колесницы, обратившись в бегство, резали своих же солдат, которые, ища последнего прибежища на льду реки, нашли там окончательную себе гибель. Так как, не вытерпев тяжести стольких людей и лошадей, лед проломился, и все покрылись вдруг открывшейся черной шумящей водой. Дарий на берегу разодрал свои одежды и спешно направился ко дворцу, где, запершись в далеком покое, бросился на пол, плача, как дитя. Дарий, Дарий, нищий беглец, недавно властитель мира. Царь лежал на полу посреди комнаты, еле живой. Александр покрыл его своей хламидой и, сжимая костенеющие руки, шептал, «Дарий, встань, живи, царствуй в твоей стране!» Дарий, остановив на короле свой блуждающий взгляд, еле слышно пролепетал «Смотри, чем стал я!» Тень, мелькнувшая на стене, вот слава, помни, помни!» Александр, закрыв лицо Дарии плащом, поскакал обратно. Войска смутно знали, куда они идут. Военачальники тоже, и только уверенность безоблачного царского чела удерживала от явного ропота. Водимые звездами восемь дней блуждали они в бесплодной пустыне. Наконец, пришли в плодовые леса, где жители были подобны зверям, и в травяную страну, где вместо собак у домов цепями держались блохи и жабы, и в болотное место, где лаяли бесстыдные жители, обращенные в бегство только огнем. И дальше шли, девясь чудесам, грифоном, немым племенам, полусобакам, одноглазому тигру, живущим в огне саламандром, дереву, к вечеру испускающему благовонную слезу, шестиногим трехглавым пардосом. Из теплого тумана нежные, но строгие голоса пели. «Остановись, король, остановись!» Но Александр внятно в тишине произнес «Хочу видеть край земли». И снова дальше пошли, заглушая усталость и ропот любовью к царю. Придя в Индию, Александр встретил посланных от Пора, царя индийского, который советовал отказаться от борьбы с богом Дионисом, соратничающим будто бы ему Пору. Король ответил «С богом я не воюю, но не боюсь надутых варварских слов». Александр предложил Пору решить спор единоборства, хотя короля и отговаривали от такого шага, напоминая, что царь Пор славный единоборец, почти на два локтя, превышающий его ростом. На десятое утро перед всеми войсками царственные противники начали свой поединок. Пор был высок и гибок, с красным небольшим передником на всем смуглом теле. Голова, повязанная красным шелком, сияла рубином. Лицо его было правильно и юношески прекрасно, а взгляд огромных низко посаженных глаз наводил суеверный трепет на робких людей. Александр быстро повалил ландейца и, сжав белыми руками его черное горло, долго не выпускал. Наконец, спокойный голос греческого царя разнесся по широкому полю. Люди индийские, пришлите врачей вашему царю. Наш спор кончен, а с вами я не воюю. Один был враг мой, царь Пор. Индиец лежал навзничь, спокойно раскинув руки, закрыв глаза и дыша. С дальних гор слетел ястреб, сел на лоб мертвому, трижды клюнув в девши рубин, опять поднялся медленно в туманные горы. всех удивил приказ короля сделать просторную клетку и такой же стеклянный сосуд в виде яйца, поймать семь пар сильных горных орлов и отыскать чистую девушку, не знавшую мужа. Когда все было исполнено, царь созвал народ на широкое поле за городом и, встав на возвышение, сказал «Я покорил Европу и Азию, древний Египет и чудесную Индию, юг, восток, запад и север, я смирил великих царей, я прошел всю землю от края до края, я был в царстве мрака и видел обитель блаженных, теперь покорю я стихии, легкий воздух и текучую влагу, я, Александр, сын ливийского бога». Затем он велел привязать клетки орлов и положить в нее куски мяса, сам же взял два копья, длиною превосходящей привязи птиц и, насадив на острия кровавые комки, поднял вверх обеими руками. Орлы ринулись, не достигая, за ними и клетка с вошедшим туда королем, колыхаясь, стала подыматься в глазах изумленного народа. Все меньше и меньше делалась она, так что пролетавшие ласточки казались больше ее и, наконец, скрылась из виду. Александр все летел выше и выше и ветер свистел в его кудрях. Царь, закинув голову, кричал в пламенное сияние, «Я Александр! Я Александр!» и орлы кликтали семью парами раскрытых ртов. Звук тысячи труп и тысячи громов прозвучал в ответ. «Назад, смертный безумец! Я Бог твой!» Александр, лишившись чувств, опустил копья вниз и орлы понесли его к земле быстрее безумной кометы. Когда народ, ожидавший царя, восклицал «Слава Александру, покорившему стихии!» Царь ничего не ответил и бледный направился сопровождаемой толпою к берегу моря. Там, велев привязать канатом стеклянный посуд и к тонкой веревке серебряный колокольчик король велел подвезти найденную девушку. Она была мала и смугла, испуган озиралась и звалась Хадиджу. Родители, доктор и жрец клялись, что она девственница. Александр сказал ей, держи этот канат, покуда ты чиста, сосуд не потонет. Когда я позвоню, тащите веревки из воды и вошедши в яйцо стал опускаться в пучину. Зеленоватый полусвет, видный сквозь светлые стекла, окружил царя. Рыбы стрелой умчались из глубины навстречу Александру и большие чудовища медленно перебирались с места на место под водорослями. Внизу уже виделись чешуи левиафана, как сильный толчок потряс стеклянный сосуд, который не мог подыматься. Наклонившись, Александр заметил маленького черного гада, вроде рака, который, вцепившись в гладкую стену, прилежно грыз стекло, так что вода уже тонкой струйкой пробивалась внутрь. Тогда Александр схватился за тонкую бечевку и сосуд быстро стал подыматься с бледным королем, не смотревшим теперь уже на заблестевшие яркой зеленью пространство. Когда его подняли на берег, луна стояла в зените, освещая два трупа. Девушки Хадиджи и высокого солдата. Александр подошел и узнал, что когда все, утомясь бдением, соснули, девушка отдалась первому подошедшему и выпустила царский канат. Сколько времени я пробыл на дне? Два часа, государь. Два часа не продержалась крепость единственной чистой девушки. Меж тем, в далекой Македонии происходили неустройства и смуты. Антипатор, оставленный царем вместо себя, притеснял старую королеву Олимпиаду, в ответ на неоднократные жалобы, которые Александр послал Картерика сменить прежнего правителя. Тогда уязбленный антипатор послал со своим сыном яд, который мог выдержать только свинцовый сосуд, но не медный, не глиняный, не стеклянный, к царскому кравчьему илу, давно затонившему в себе злобу Александра, раз как-то на перу, ударившего его жезлом по голове. Александр отправился на пир, не разлучаясь со своим кравчим индийским отроком Илом. Пир был в полном разгаре, как вдруг царь вскрикнул, будто пронзенный стрелой, вот время Александр и бледный, шатаясь, удалился в свой дворец. Напрасно врачи старались извлечь яд рвотными средствами, боли царя были так нестерпимы, что не раз он пытался выброситься в Ефрат, шумевший под окнами высокого терема. Македонцы, окружив дворец, грозились разрушить стены и перебить всю стражу, если им не покажет царя. И Александр показался в окне. Все восклицали, слава царю Александру, живи вовек! Улыбка скользнула по помертвелым губам царя, и он крикнул прежним звонким голосом, живите вы вовек, а мой час пробил. В воздухе нависла густая мгла, и на небе днем взошла необыкновенной величины звезда, быстро идущая к морю, сопровождаемая орлом. Потом звезда снова пошла в обратный путь от моря и встала, горя над покоем царя. В то же мгновение Александр умер. тело царя отправили после долгих споров в Александрию Египетскую, где его поместили в святилище, называемое тело Александрова. Царство он разделил между Филоном, Селевком, Антиохом и Птоломеем. Умер на 33-м году жизни, в апрельской новолунии, основав 12 Александрий и оставив немеркнущую славу во всех племенах и веках. Селевком Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова